Томсо, что ты можешь сказать по поводу конфликта между Кадыровым и ингушского мурида, который произошел на свадьбе Киши Хаджи потомка? Недавно женился сын потомка Кунта Хаджи Кишиева, и, разумеется, на этом мероприятии, на этой свадьбе присутствовали и Кадыров, и, в общем, вся эта кадыровская элита. И туда приехали какие-то муриды Кунта Хаджи из Ингушетии, то есть Ингуши. Они встретились на этом мероприятии с Кадыровым, пообнимались, там с ним вроде как какие-то комплименты даже друг другу говорили. Потом, вернувшись обратно в Ингушетию, к одному из вот этих вот делегатов по фамилии Хадзиев, ему предъявили там претензии, его какие-то однотейповцы. В общем, он взял и извинился за это, сказал типа, я прошу у вас прощения, мои однотейповцы, мой народ за то, что я там обнялся с Кадыровым. Я не должен был там с ним обниматься и бла-бла-бла. И вот эти слова настолько снесли крышу Кадырову, они настолько его обидели, что Кадыров выступил с очень мощной критикой, но такой критикой, которую до сих пор он себе не позволял. Если до этого он как-то, на удивление, кстати, даже мне, он держался, он очень как-то политкорректно высказывался, он всегда отмечал, что вот есть в целом ингушский народ, ингуши, которые красавчики, но вот среди них есть какие-то там отдельные плохие ребята. Вот, значит, именно вот к этим людям относится то, что я сейчас говорю критически. И вот всегда как бы обозначал вот эту вот основу и после этого начинал практиковать. Вот, то сейчас Кадыров изменил эту основу, сейчас он говорит так, будто вот в целом ингуши, это вот они в целом как бы плохие, но среди них есть, вот нет нормальные ребята, и почему вот эти нормальные ребята не останавливают вот таких вот недостойных. Вот так вот приблизительно звучала теперь его критика. И надо также отметить, что сейчас он откровенно говорил непристойные, какие-то пошлые вещи. Давайте вот небольшой отрывок из его выступления посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь Кадыров перед полным залом людей, среди которых старики, и там есть и женщины, он вот так вот откровенно говорит, что он, мол, как гулящая женщина, типа которая поехала где-то там, значит, погуляла, вернулась и извиняется. Он говорит, она что, вот так в женском как вроде, она что, лишилась говорить девственности от того, что обнялась со мной? Ну, на русском языке, может, это и не звучит так пошло, да, хотя, по-моему, это и на русском языке пошло, но в чеченском языке это очень конкретные такие обороты речи, которые не произносятся, никогда не произносятся при старшем, при женщинах. Это очень неулыжительно так разговаривать. То, что Кадыров вот так вот позволил себе говорить, это говорит о том, что его это очень сильно ранило. И то, что его это так сильно ранило, это отдельный момент, на который сейчас нужно обратить внимание. Но для начала я оговорюсь, скажу, что за это извинение перед своими однотейповцами, этот чувак потом опять извинился уже перед Кадыровым. То есть сначала он приехал в Чечню, пообнимался с Кадыровым, потом уехал к Ингушетию, извинился перед Ингушами за то, что он обнимался с Кадыровым. Потом взял, записал очередное обращение, в котором он извинился перед Кадыровым за то, что он извинялся перед Ингушами. Я так полагаю, что это какой-то последователь пути этого кунта Хаджи, который очень любит извиняться по любому поводу и без повода. Кадыров до этого не раз уже вступал в какие-то перепалки с различными ингушскими деятелями. И надо отметить, что до этого, когда были митинги в Ингушетии в 2018 году, когда на этой площади, на которой митинговали ингуши в Магасе, в центре этой площади был поставлен такой говномет. Извиняюсь за выражение. Вентилятор, который выбрасывал фекалий. Он был установлен в центре этого митинга, направлен в сторону Чечни, чеченского народа и на полную катушку включен. Когда оттуда поливали в целом всех нас, в целом целые наши тейпы, которые к одному из этих тейпов, кстати, относятся и Кадырову. Непосредственно его тейп оттуда поливали под улюлюкивание и всеобщие аплодисменты радостные всех находящихся на этом митинге. Кадыров так сильно не оскорблялся. То есть, когда это касалось народа, каких-то тейпов чеченских, его это так сильно не оскорбляло. Он тогда просто ехал в Ингушетию и обнимался с теми людьми, кто позволил себе подобные высказывания. Он поехал в Сур-Хахи и обнимался там с этим стариком Мухаджиром Нальгиевым, который позволил себе оскорбительные высказывания против, в отношении целого тейпа чеченского, тейпа Бианой. Кадыров, ему не было проблем поехать туда, взять там посредники этого Белхароева, прийти к нему домой, к этому Мухаджиру, с ним решить этот вопрос, потом пообнимавшись уехать. И тогда и этому Нальгиеву не нужно было извиняться за то, что он обнимался с Кадыровым. С этим же Барахоевым он встречался, обнимался, опять расходился, все было нормально. Но как только это коснулось лично Кадырова, когда именно его самолюбие было задето, а это самолюбие, когда человек извинился именно за объятия с ним, это очень сильно ранило его, тогда Кадыров, во-первых, обрушился с такой критикой, с которой он до этого себе не позволял обрушиваться. И во-вторых, все его приближенные, вся вот эта свита кадыровская, они стали один за одним, один за одним пилить ролики, в которых они критиковали и этого человека, и всех, кто там выражается как-то критически и так далее. Это очередное доказательство того, что Кадырова абсолютно не волнует то, что сказано в отношении народа, в отношении тейпов, но очень серьезно волнует, когда дело касается его лично. Здесь почему-то Кадыров не стал ехать к Ингушетию, представителям этого Хадзиева, к нему лично, не стал с ним решать этот вопрос у него дома, обниматься с ним не стал. Нет, вместо этого он стал пилить ролики, и вся его свита стала пилить эти же ролики. Хотя ни один из вас не пилил ролики, когда оскорбляли Беной, когда оскорбляли в целом чеченцев, говорили там про наш дух и так далее, вы тогда ни один из вас не высказывался. Да, вы сейчас скажете нам, наш падишах тогда не давал. В том-то и дело, что ваш падишах тогда готов был это все глотать. Высказать какое-то мнение по этому поводу вы, нет, тогда это не нужно было. Не в такой форме, по крайней мере, вы это высказывали. И проблем вы не видели в том, чтобы поехать и обниматься с теми, кто эти высказывания себе позволял. Сейчас же, когда это проснулось лично вашего падишаха, сейчас вы все готовы рвать на себе рубашки. Это очень хорошо показывает ваше отношение в целом к этому народу. Я думаю, что лучшего примера и не найти. И вы очень хорошо показали, как вы в целом относитесь. Вы подобны тому, как вы, наверное, и берете для себя пример из этих фильмов, из этих сериалов османских. Тогда ведь тоже можно было в целом в общем критиковать страну, положение, ничего плохого. Ну, по крайней мере, таких последствий бы и не было. Но попробуют и сказать что-то про Османа, про его династию, и сразу же там и визири, и все оскорблялись. Вот приблизительно нечто подобное сейчас происходит и у нас в Чечне. Хотя должно быть наоборот. Оскорбление в адрес народа, в адрес Тейпа, это должно было выходить на первое место. Этот вопрос, который требует того, чтобы за это извинялись, чтобы подобное себе не позволяли. А какие-то личностные, когда лично Тумсо там кто-то оскорбил, это личный вопрос Тумсо, это личный вопрос Кадырова. Не хочет человек со мной обниматься, ну пусть не обнимается, но извиняется он за объятия со мной. Это мои личные вопросы, это никак не касается моего народа. Это абсолютно, кого волнует, хочет он обниматься с Кадыровым или нет, презгует он Кадырова или нет, это никого не волнует. В целом чеченцев это не волнует. Это никак не показывает отношения к чеченцам. Но когда говорят про чеченцев, когда говорят про наши Тейпы, вот это касается лично меня, даже если я не из этого Тейпа, это касается лично меня. Потому что это целая часть моего народа. И не позволительно никому подобные высказывания делать. Вот таким должно быть отношение действительно болеющего за свой народ, за свое государство, свою республику, у человека. Вот такое должно быть отношение, а не наоборот. И я сегодня перед эфиром уже видел, что там сын Барахоева какое-то обращение сделал Кадырову. Потом еще одно обращение было, что якобы Кадыров ему позвонил, у них там все, они вопросы утрясли. Ну, надо упомянуть, каково должно быть отношение наше, под нами, я сейчас говорю не только про чеченцев, я говорю и про чеченцев, и про ингушей, и в целом про людей с правильными убеждениями, с правильным пониманием в этом вопросе. Во-первых, мы должны быть абсолютно непричастны к тому, что эти говорят этим, а те отвечают им. Это разборки каких-то конкретных ингушей из числа мюридов с Кадыровым, это их разборки, они не касаются нас. Мы должны на это смотреть со стороны и не брать чью-то сторону в этом конфликте. Они сами как-нибудь разберутся между собой. А если кто-то из-за своего происхождения, из-за того, что он чеченец или ингуш, встает на чью-то из их сторон и начинает за нее впрягаться, то вы, друзья, люди, из которых джагилия еще не вышла полноценно, с вашими убеждениями, не все в порядке. Если вы действительно являетесь правильными мусульманами, с правильными убеждениями, относите себя к числу Ахлю Сунна в Аль-Джамаа, не причисляете себя никаким вот этим вот мюридам, к прочей ереси, если вы таковые, то вы не должны в это влазить ни на чьей стороне. Пусть они между собой разбираются, пусть извиняются, пусть ругаются. Да, те высказывания той или иной стороны, которые будут сказаны в адрес целого народа, какие-то оскорбительные, да, на это надо реагировать, на это нужно отвечать, в этом нет сомнений. Но не так отвечать, чтобы становиться на чью-то сторону, а со стороны указывать на недозволенность подобных высказываний. И да, это то, что должны делать каждый из нас, причем в первую очередь в отношении своих же представителей своего же народа, да, мы должны это делать, но не становиться на чью-то сторону. Я должен порицать Кадырова за то, что он позволил себе такие высказывания в адрес ингушей, я его за это порицаю, но не становлюсь на сторону этих ингушских мюридов, они мне так же неприятны. У меня такое же презрение к ним, как и к этим. Нет среди них своих или чужих. И да, то, что сделал этот представитель мюридизма из Ингушетии, то, что он приехал, обнимался с Кадыровым, затем поехал за это, извинился, это все недостойно, это все отвратительно. Но я не должен становиться на сторону Кадырова в этом вопросе. Я должен и то, и то порицать. Я должен относиться с презрением, с брезгливостью и к тем, и к этим. Вот это правильная позиция в этом вопросе. Здесь не нужно по племенному какому-то принципу, а, ну это же вот ингуши, поэтому я буду на этой стороне. А вот Кадыров, он же чеченец, я теперь буду выступать на этой стороне. Нет, друзья, нужно выступать на стороне истины, на стороне справедливости. А здесь, в этой разборке между вот этими людьми из-за объятий, я напоминаю, здесь нет вопроса земельного, там ничего нет. Здесь вопрос объятий. Этот с ним обнялся, и это не понравилось тем, и он за это извинился, потом перед этим извинился. Это вот их разборка из-за объятий. Мы с вами не должны в этом участвовать. Просто нужно от этого отстраниться. И одинаково презренно отнестись и к тем, и к этим. Субтитры сделал DimaTorzok